Добрый день, с вами магазин Юный Папа. Сегодня у нас на обзоре машинка VLTOYS L969 заднеприводная, 12 масштаб. Машинка VLTOYS 12 масштаб, они делают в нескольких категориях. То есть можно приобрести багги, внедорожник, пустынные багги и шорткорс. И сверху указан артикул, можно заказать разные. Коробка будет одинаковая и, в принципе, технические характеристики тоже одинаковые. В комплекте инструкция. Аппаратура. Самое решение. Вот такой вот пульт управления. Зарядное устройство от сети. Для аккумуляторов 6,4 Вольт. Пропускная мощность 350 мА. То есть заряжать аккумулятор будет часа 3. И GST разъём тоненький. Сама машинка. Она там на стяжках. Сама машинка по длине 39 сантиметров. Ширина машинки 27 сантиметров. И высота с корпусом 16 сантиметров. Корпус держится на клипсах. Стандартное крепление. Чтобы его снять, надо просто эти клипсы вытащить. Аккуратно. Так машинка выглядит внутри. Значит приёмник. Аккумулятор спрятан снизу. Сейчас мы его откроем. Мотор. Всё соединено. То есть осталось подсоединить машинку к аккумулятору. Ставить батарейки в пульт. И поехать. Машинка с амортизаторами. То есть всё амортизируется. Чтобы достать аккумулятор, снимаем одну клипсу снизу. Продавляем. И достаём аккумулятор. Аккумулятор в комплекте 6,4 вольт на 1000 мА. Разъём GST. Время игры на полностью заряженном аккумуляторе примерно 15 минут. Опять вставляем его обратно. Чтобы заряжать, получается надо... Соединяем аккумулятор с зарядным устройством. Вот таким способом. И вставляем в розетку. Крепим. Пульт управления работает от 4-х пальчиковых батареек. Они не комплектуются. Их надо покупать отдельно. Всё готово. Пульт управления, значит... Простой газ, передний ход, тормоз и задний ход. То есть тормоз резко назад. И поворот колёс вправо-влево. Здесь тренировка. Сейчас мы это разберём. Значит, сначала включаем пульт. Включили пульт. Красная лампочка начинает моргать. Индикатор. Подсоединяем аккумулятор с машинкой. И здесь вот есть включатель. Включаем. Ждём синхронизацию. Всё, синхронизация прошла. И получается, значит... Поворот... Руль поворачиваем вперёд. Колёс поворачивает... Так, руль поворачиваем направо. Колёс поворачивает вправо. Руль налево. Колёса влево. И... Вперёд... Вперёд тормоз. Вот так вот это делается. Вперёд. Тормоз. Задний тормоз. Машинка с пропорциональным управлением. То есть вы сами регулируете на пульте управления. Угол поворота колёс задаёте сами. И... Скорость движения автомобиля вы тоже можете регулировать. То есть можете ездить медленно. Вот. Можете... Так, по настройкам. Значит... Верхний рычаг... Тумблер. Это ST-трим. Стиринг-трим. Отвечает за выравнение колёсной базы. То есть если... Колёса... Вот так вот можно... Так видно будет. Вот. Я кручу, допустим. И колёса выравниваются. Оставляем всё в покое, чтобы они смотрели прямо. И всё. Есть очень полезная функция. Это... Нижний тумблер. Это... Троттл-трим. Тримировка чувствительности газа. То есть если мы нажимаем на крок газа слишком редко, то машинка разгоняется уже на полную. Если мы этот тумблер выкручиваем в другую сторону, допустим, на 50%. То есть машинка немножко потеряла в мощности. Если ещё сильнее выкручиваем процентов. И допустим ещё процентов 15-20 сейчас. Вот машинка очень медленно ездит. Подойдёт этот... Этот режим подойдёт для маленьких детей, которые только осваивают радиоуправление, чтобы избежать каких-то поломок. То есть вот я нажимаю полностью газ. Сейчас аккумулятор подразрядился, поэтому уже... Нажимаю полностью газ, и машинка еле-еле едет. Если мы выкручиваем в стандартное положение, троттл-трим, то есть на 100%, то вот что происходит. Я нажимаю полностью газ. Машинка очень резвая себя ведёт. Машинка может разгоняться до 35 км в час. Ну и тем самым 15 минут вы можете на ней играть. После того, как вы поиграли, аккумулятор сел. Обязательно надо выключить машинку, разъединить аккумулятор. И рекомендую после этого зарядить аккумулятор, чтобы он хранился в заряженном состоянии. По машинке. В инструкции у нас есть ключик. Вот такой вот ключик для снятия колёс. Так, инструкция общая на русском языке, инструкция на английском языке по безопасности. И очень полезная инструкция. Значит, вот. Шестой странице. Машинка в разборе. Здесь вы видите, из каких частей состоит машинка. Каждая запчасть, каждая часть номерована артикулом. То есть, если вы управляли машинкой и случилось какое-то несчастье, она куда-то врезалась и сломала какую-либо деталь, то вы можете посмотреть, как машинка была собрана, увидеть, какая деталь вышла из строя, посмотреть артикул, позвонить по телефону, заказать деталь запасную, самим поменять, или же воспользоваться нашим сервисным центром. Здесь тоже на последней странице все запчасти пронумерованы. На этом всё.